А нафига это было 24 февраля? Визит на Ближний Восток показал, что в принципе с администрацией Байдена больше не считаются. И тот премьеропад, который вы сейчас наблюдаете, покажется вам цветочкой весной. Сильные мира сего успеют остановиться на краю пропасти. Давайте на паузу поставим, а дальше разберемся. Не. Всем здравствуйте, дорогие подписчики Политеки Онлайн. Сегодня в нашей студии Руслан Безяев. Здравствуйте. Добрый день, Александр. Добрый день, уважаемые зрители. Давненько вас не было, и тем интереснее будет наша беседа. Предлагаю распределить ее течение на две части. Первое русло это будет международное, а второе вот интереснейшие вещи внутриполитические. Начнем с международки и вообще глобальных процессов. Мы видим Ближний Восток. Побывал Байден, Саудиты, Израиль, оружие. Вот вновь США начинает заниматься Ближним Востоком. Побывал и уехал. Вызвал массу вопросов к своему здоровью и, собственно, к политике Соединенных Штатов. Ясно, что визит Путина в Иран на встречу с Эрдоганом, это вот как бы другая сторона вот этой же медали. Насколько сегодня судьба дальнейшего развития событий в Украине зависит от встречи Эрдогана, Путина и Раиси? Вы знаете, Александр, сейчас вся мировая геополитика — это столкновение двух концепций. Двух сторон одной медали. Двух противостоящих лагерей. Мы неоднократно до начала российского вторжения в Украину говорили о том, что идет противостояние двух концепций. Не просто личностей. Байден, Путин, Раиси, Эрдоган, Макрон или наследный принц Саудовской Аравии Билл Салман. Нет. Идет противостояние двух концепций. И это противостояние носит глобальный характер. Буквально несколько дней назад выступая в одном из университетов, бывший премьер-министр Британии Тони Блэйр так и сказал об этом. То есть на наших глазах заканчивается эпоха однополярного мира. Это сказал не кто-нибудь, это сказал Тони Блэйр. Как мы знаем, в английском эстеблишменте бывших премьер-министров не бывает. Он сказал, что именно конец однополярного мира стал поводом и причиной, в том числе для российского вторжения в Украину. Но он не дал самого главного. Он не дал ответа на вопрос, что делать с этим. То есть мы видим, что на протяжении 20 лет сформировалась определенная ситуация. Она сформировалась не 24 февраля, она сформировалась не в 20-м году, она сформировалась не в 16-м году, когда победили Макрон и Трамп. С моей точки зрения, точка отчета — это 11 сентября 2001 года. Вот те самые башни-близнецы, те самые теракты. Вот с этого момента мы наблюдаем формирование иной концепции. Она формировалась на протяжении вот этих 20 лет, и она сформировалась. И теперь мы видим, как противоборствующие стороны пытаются разыгрывать эту партию, каждая, естественно, в своих интересах. О чем был визит Байдена на Ближний Восток? Визит Байдена на Ближний Восток — это был о том, каким образом сейчас сфокусировать условное влияние западного мира. Почему? Потому что Ближний Восток — это очень слоеный пирог. Противоречивый слоеный. То есть даже внутри, казалось бы, одной концепции, вот он прилетел в Израиль, да, есть вопрос американо-израильского сотрудничества, есть вопрос палестинской автономии. Перед визитом Байдена критиковали не только республиканцы, что, в принципе, естественно, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс и Сенат, он подвергся ожесточенной критике так называемого «левого крыла» Акассии Кортес, Берни Сандреса и так далее. А за что критиковали Байдена и его же собственные однопартийцы? Оказывается, за то, что он прямо или косвенно поддерживает определенный режим апартеида в Израиль. С другой стороны, те же самые «левые» говорят, «Ты к кому вообще поехал? К саудовскому принцу? Ты не знаешь, что это террорист? Он хашоги убил. Мы за демократические ценности? Или почему?» Результатом визита Байдена на Ближний Восток, он же приехал и говорит, «Так, ребят, у нас есть проблема Ирана. Что мы с ней будем делать?» И тут оказалось, что у каждой страны по этому поводу совершенно свое мнение. То есть у Израиля отдельное мнение, у Саудовской Аравии, у ААА отдельное мнение, у Турции отдельное мнение, у Китая отдельное мнение. В результате, по итогам визита, как написали арабские источники, знаете, дорогой товарищ Байден, он как-то без вас лучше, чем с вами. Почему? Потому что мир сейчас не готов к еще одной горячей точке. То есть война в Украине фактически стала одним из триггеров мирового финансово-экономического кризиса. То есть сначала был ковид, он так сознательно побил, но не добил мировую экономику. А теперь война в Украине, которая вызвала целую цепную реакцию, санкции-контрсанкции. Ведь, посмотрите, ключевые мировые экономики, пожалуй, за исключением Китая, они же переживают в лучшем случае рецессию. И с оптимизмом в осень смотрят не только лишь все. Европейский премьерский пат, ну, премьеропат, как его назвали некоторые ваши коллеги, это ведь следствие, а причина в том, что, еще раз повторюсь, ключевые мировые экономики находятся как минимум в рецессии. И усугублять кризис с экономической точки зрения больше не выгодно никому. С другой стороны, есть политическая целесообразность. Политическая целесообразность вызвала недавнюю отставку премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Политическая целесообразность вызвала последнюю ситуацию вокруг Калининграда, так называемую. Политическая целесообразность вызвала необходимость визита Байдена на Ближний Восток. Видите, с какой целью приехал? Нефть. Что ему ответит? Да, мы повысим добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки, но когда-нибудь потом. Ну, такое да, но нет. К 27-му году. То есть визит на Ближний Восток показал, что в принципе с администрацией Байдена больше не считаются. И это для нынешней американской администрации большая проблема. В мировой геополитике действует очень простой принцип. Слабых топчут, сильными договариваются. Если тебя уже не считают. Вот помните, как Трамп был хромой уткой? Куда ушли все его инициативы? В песок. То же самое сейчас мы наблюдаем в Соединенных Штатах Америки. А ведь это ключевая экономика в мире сейчас. Нет, не по ВВП, не по промышленному производству. Потому что доллар — мировая резервная валюта. Я вот сейчас хочу запараллелить эту историю. Мы уже имеем какую-то информацию, какую-то аналитику по визиту Байдена на Ближний Восток. И вот пока по состоянию, скажем так, нашу встречу, мы знаем, что Путин в Тегеране, Эрдоган в Тегеране, идет встреча, и, собственно, уже появляются там разного рода инсайды, что через Сирию беспилотники таки попадут в Российскую Федерацию. Иранские беспилотники по качеству? Нет. Анализ этой темы говорит мне о том, что вряд ли иранские беспилотники являются темой встречи. Ну, во-первых, для этого не нужен такой представительский состав делегации, первые лица. Во-вторых, еще раз повторюсь, тактико-технические характеристики иранских беспилотников оставляют желать лучше. В-третьих, я думаю, что встреча немножко не про беспилотники. Встреча о том, смотрите, Россия — это сейчас чемпион мира по введенным санкциям. На втором месте Иран. То есть идет попытка сформировать альтернативную финансовую пирамиду. Говоря, которая стоит Китай, как самая мощная экономика БРИКС. И куда принимают все страны из Гоя, это Иран. И те страны, которые по тем или иным причинам решили, что МВФ — это не торт. Например, Аргентина. Если сюда добавить монархии ближневосточные, которые тоже проявляют интерес к этому сообществу. Почему? Рынок. Рынок и защита инвестиций. Последние четыре года показали, что, скажем так, инвестиции в трежерис — это штука достаточно рисковая. Завтра с ними что-то может случиться, их могут заморозить. То есть, условно говоря, идет попытка сформировать альтернативный полю силы. То есть есть финансовая пирамида доллара, да, есть доллар. Под ним евро. Это тоже автономная финансовая пирамида Европейского Союза. А вот под ними нет ничего. Но вот под этими под ними скрывается достаточно серьезная и мощная часть мировой экономики. Включая, например, Китай. Почему? Потому что попытка Китая в прошлом году заключить знаменитое транс-азиатское торговое партнерство начало буксовать. Вы помните, да, сначала появился Аукус, потом начались австралийско-китайские торговые войны, как бы Япония, и пошло-поехало. То есть, как дружат в политике? По одному простому принципу. Против кого? Вот Путин, Раиси и примкнувший к ним Эрдоган, потому что Эрдоган сам колебается. А примкнувший, извините? Примкнувший. Почему? Турция будет кандидатом в члены в ЕС еще лет 150, если не больше. У Турции достаточно сложное отношение с Соединенными Штатами Америки. Мы помним, что администрация Байдена под тем или иным предлогом блокирует поставки истребителя F-16 в блок 72 в Турцию. Я уже не говорю о том, что лидер знаменитого Путча, о котором уже забыли практически, с 16-го года, Фетулаг Гюлен, он получил политическое убежище не где-нибудь, а в Соединенных Штатах Америки. Для Эрдогана Гюлен это все равно, что для Владимира Зеленского Медведчук. Интересное сравнение. Вот приблизительно вот так вот. Поэтому отношения с Соединенными Штатами тоже оставляют желать лучшего. Британия, да. Британия заключила военную сделку. Турция фактически стала дистрибьютором байосистем на Ближнем Востоке. Но Британия сейчас куча своих проблем. Чем она может помочь Турции? Деньгами? Нет. Влиянием? Нет. Да, желание есть. Но как помните в том старом советском фильме, так выпьем уже за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. И поэтому Эрдоган да, в Тегеране. Скажите, пожалуйста, какие санкции были введены на турецкий поток? Санкций нет. Нет. Это другое, да? То есть... Но погодите, тут пришла новость, что Северный поток один. Мы сейчас вернемся к этой теме. Не запустится. Да, то есть мы сейчас к теме Северных потоков вернемся, а пока для себя отметим, что газ в Европу качается по нескольким трубопроводам. Один из которых это Северный поток один, а второй Турецкий поток. Ну и наша украинская ГТС. И наша украинская ГТС, да. Так вот, к вопросу вообще о каких-либо санкциях, даже теоретических, на Турецкий поток речи не идет. То есть Эрдоган получает стратегическое преимущество осени. А газ он чей качает? Вот и все. Поэтому он будет там. Он будет договариваться не про Сирию. В Сирии сейчас настолько сложная ситуация, что ее невозможно решить. Даже если бы эти трое проблему решить хотели. Там еще есть, кроме фактора Ирана Хизбаллы, кроме фактора Турции, кроме фактора России, есть еще фактор Израиля, есть еще фактор Курдов, которых кинули, но они никуда не делись. Есть фактор, скажем, монархии Персидского залива. К сирийскому вопросу примыкает вопрос Палестины, примыкает вопрос Иерусалима и так далее, и тому подобное. То есть это некая система. Поэтому они не про Сирию будут говорить. Они будут говорить о том, как сформировать на протяжении какого-то определенного времени вот эту новую финансовую пирамиду с юанем на главе, которая будет ориентирована на все страны, которые по тем или иным причинам не входят в долларовую пирамиду и евровую пирамиду. Вот здесь, кстати, очень интересный момент, что вот о том, что встреча в Тегеране – это встреча о деньгах. Это вот как только еще встреча не началась, а уже там есть сообщение, что рубль торгуется на иранской бирже по паре с местной валютой. То есть еще, собственно, информации никакой не было, а уже финансовая составляющая присутствует. Давайте вернемся все-таки к санкциям и энергоносителям. Не бог и вещь что. Вот я вот даже не знаю, как описать. Вот происходит сейчас в прессе, после публикации Bloomberg, о том, что холодом, но жара, нужна электроэнергия. А где ее взять? Реки мельчают в Европе. И, собственно, кризис. Нужен газ. Что делать? И вот уже Канада передает вот эту турбину. А русские говорят, ну у нас форс-мажор, извините. И отключают одного из самых больших потребителей газа, компанию в Германии. Уже двух, по-моему. Уже двух, и уже есть сообщение, я его упоминал, что Северный поток-1 не запустится. И вот уже начинается другой разговор. Сообщение приходит, что Европейская комиссия уже рассматривает, что некоторые там частично ограничения с российских банков будут снимать. То есть, получается, Россия прогибает все равно эту ситуацию с санкционным на себя давлением. А что будет в седьмом пакете? В восьмом? Девятый будет? Смотрите, буквально, по-моему, позавчера вышла информация, что из 26 стран полностью 100% антироссийские санкции, которые были в предыдущих пакетах, поддерживают всего 4 страны. Помните, прошла информация, сколько компаний открыли рублевые счета в Газпромбанке. Это ж не какие-то там, знаете, компании, без которых можно обойтись. А почему возникла такая ситуация? Такая ситуация возникла потому, что, с одной стороны, Европейский Союз четко придерживается своей позиции относительно вторжения в Украину. Ну, помните, со времен пакта так называемого Меркель-Байден это было все прописано. Что будет в случае вторжения России в Украину полномасштабно? Мы не берем ситуацию на Донбассе. Там были санкции на Северный поток-2, ставим галочку есть. Там будут экономические санкции, ставим галочку есть. Там будет уход бизнеса из России, ставим галочку есть. Чего там не было? Там не было самого главного. А чем мы это заменим? Соединенные Штаты тогда сказали, ну, окей, мы поставим вам необходимое количество газа. Ну, газа ж не бывает. Всеобъемлющего количества, да, не ограничено. Вся мировая добыча газа — это определенный объем. В Европе для того, чтобы пройти этот отопительный сезон, по разным оценкам надо от 85 до 180 миллиардов кубов газа. Где этот газ сейчас взять? То есть, да, есть несколько альтернативных источников, в том числе с Ближнего Востока. Ну, их объем где-то приблизительно 20-25 миллиардов кубов. Да, на какой-то этапе можно сократить потребление газа. Но полностью отказаться от газа не может ни германская экономика, ни французская экономика, ни итальянская экономика. И первые три экономики Евросоюза. Ну, даже достаточно проблем в Германии, чтобы в Евросоюзе начались экономические проблемы. Потому что Евросоюз, по большому счету, это деньги Германии, которые распределяет Франция. Германия — экономические центры Евросоюза, Франция — политические. Следовательно, стал вопрос, как нам пройти. Россия, все это прекрасно понимает, начинает элемент шантажа. Окей, ребята, у вас и так рецессия. Сейчас еще сверху мы вам вентиль прикрутим. И тот премьеропад, который вы сейчас наблюдаете, покажется вам цветочкой весной. Почему? Европейцы же привыкли к высоким социальным стандартам. Без высоких социальных стандартов любое европейское правительство падет. В этой ситуации что происходит? Канада возвращает турбин. Все ввели санкции, все сделали громкое заявление. Но когда дошло до обогрева собственной пятой точки, Германия, Канада, договорились. Возвращается турбина, и есть вероятность того, что к осени, потому что мы сейчас находимся в предбаннике, скажем так, нового витка дипломатических переговоров, этот газ запустят. Но для нас есть определенный плюс. Наша ГТС стала резко востребованной. Вот здесь очень важный момент о предбаннике переговоров. Тут от господина Слуцкого, да, из Российской Федерации поступило резкое заявление о том, что следующий этап переговоров, в котором будет принимать участие Россия по поводу войны в Украине, категорически, ну, близко к тексту скажу, в общем, еще более жесткие позиции будут на стороне россиян, и будут требовать больше, чем требовали там в начале весны. Собственно, ну, и Песков высказался по Крыму, что, скажем так, это неприемлемо. Ну, раз вас встретили, да. Видим, что ставки растут, и условия будут жесткими. В такой ситуации мы действительно в предбаннике переговоров? Смотрите, Александр, политика ведь судит не потому, что они говорят, а потому, что они делают. Вот тут упомянули Дмитрия Пескова. Так давайте вспомним, что он говорил 20 февраля этого года в передаче «Москва, Кремль, Путин». Я сейчас около дословно к тексту скажу, что когда его спросили, вот Россия же собирается вторгаться в Украине, пишет, американская разведка, европейская, британская. Говорит, нет, Россия никогда не начинала войны. А как президент Путин реагирует на эти графики в отражении, которые печатает западная пресса, он не обращает на них внимания. Что произошло через 4 дня, мы с вами прекрасно понимаем и помним. Поэтому давайте заявления даже высокопоставленных лиц все-таки пропускать через реальность и через действия политиков. Дело в том, что сейчас мы видим этап обострения. Как правило, не всегда, но как правило, после этапа обострения неизбежно начинается переговорный процесс. Сейчас дипломатия молчит, за исключением так называемого «зернового кейса». Там ситуация более-менее продвигается. Во всем остальном, вы правильно заметили, пока ситуация тупиков. Но вы утверждаете, что мы в предбаннике. Да, я говорю, что мы в предбаннике. Я предполагаю, что мы в предбаннике. Насколько далеко, насколько этот длинный предбанник, это второй вопрос. Мы же с вами всего не знаем. Но по тем действиям, которые мы наблюдаем, мы видим, что потихоньку-потихоньку, в том числе в Российской Федерации, медленно, умно, но уверенно, вызревает один простой вопрос. А нафига это было 24 февраля? Знаете, не забывать, что Путин — это не царь. И не генеральный секретарь. ЦК ВКПБ — товарищ Сталин. Это глава политбруда, условно, Брежнев. Есть так называемая башня Кремля. Это никуда не делось. Просто сейчас доминирует силовой блок. Но учитывая, что то, что обещали 24-го, то есть то, что продавали, столкнулось с жесткой реальностью и совершенно не тем, ситуацию надо будет каким-то образом откатить. Почему? Потому что в России, при том, что мы читаем, что Россия зарабатывает на кризисе и все прочее, но российская экономика тоже в определенной степени уязвима. Достаточно уязвима. Буквально недавно я прочитал статью про российский автопром. Там открытым текстом сказано, мы не можем сейчас обойтись без западных комплектующих. Иначе мы опустимся на несколько шагов вниз. Мы даже «Жигули» не можем делать без АБС. Потому что поставляла АБС Буш, а определенные детали поставляла Рено. Это только один автопром. Возьмите недавнюю отставку Рогозин. Это про что? Это про то, что мы создавали-создавали, кучу бабок вкинули в импортозамещение, а по концовке дальнемагистрального лайнера гражданского у нас нет. Сухой Суперджет — это где-то процентов на 70-80 от Аербаса. Экономика будет диктовать свои условия. Никуда мы от этого не денемся. Другое дело, когда это случится. Какая будет повестка дня и какие будут результаты. Но это в любом случае необходимо, чтобы та концепция, которую продвигают в России, давайте мы договоримся с Западом, а потом эти условия спустим Украину. Что я подразумеваю под Минском-3? Давайте мы договоримся, а вы подпишите. Нет. Мы страна, которая несет наибольшие потери и убытки. Потому что если на Западе теряют деньги, то мы теряем людей. Это несовместимое понятие. Вы как Столтенберг сейчас говорите, потому что Столтенберг ровно слово в слово. Честно, даже не читал. Есть даже видео, что он с болью на лице и в сердце говорит, что мы должны давать деньги. Это для нас просто деньги. А украинцы теряют жизни. Да, но при этом они о своих деньгах же не забывают. Мы же с этого, собственно, и начали. То есть у них там война войной, обед по расписанию. Это тоже, к сожалению, циничный факт. Такая политика Александра, она цинична. Каждый за себя. Так вот, мы сталкиваемся с ситуацией, что сейчас основной бой идет на Донбассе. В Украине почему на Донбассе? А Херсон? Нет, мы со своей стороны заявляем о контрнаступлении на Херсон, удар по Крымскому мосту. Соответственно, судный день нам обещает Медведев, если это случится. Это градусы эскалации, которые поднимаются. К переговорам подтолкнет какое-либо действие. Событие, да. Вот там, захват Донбасса, это событие, которое подтолкнет к переговорам, или удар по Крымскому мосту, или там... Думаю, это какая-то совокупность факторов. Заход в Херсон. Вот что больше, где больше вероятности? Знаете, будет совокупность факторов. Не только военная, которую вы перечислили, а только экономическая. Ну и политическая. Когда убытки от войны превысят те иллюзорные доходы, которые многие себе рисовали в Москве. Дело в том, что, ну, как бы это сейчас сценично из моих уст не прозвучало, но Европу устроят вообще любое перемирие на эту осень. Вот зачем три мушкетера в Киев прилетали? Значит так, ребята. Давайте как-то мы на паузу поставим. Месяца на 3-4. Мы газку прокачаем. Нефть. Мазут. Все прочее. Денежки как-то аккуратно выведем. Потому что бизнес уходит, да, а оборудование-то остается. Все проще и проще. Мы пройдем, а вы уже там весной потом договоритесь. Сказали нет. Сказали нет кто? Я думаю, Владимир Александрович. Мне так кажется. Именно поэтому, собственно, сейчас с разной долей вероятностью появляются так называемые мирные планы. Как бы там много красиво написано, но в подоплеке вот такая вот простая суть. Давайте на паузу поставим, а дальше разберемся. Не. Такой вариант, к сожалению, нас не устраивает. Почему? К сожалению, потому что мы являемся как бы пострадавшей стороной. И, как знаете, без меня меня женили, это не моя концепция. Если уже вести диалог, то вести диалог с учетом в первую очередь интересов Украины как страны, которая наиболее пострадала в этом конфликте. Это первый момент. Второй момент. Мы видим медленную поэтапную смену элит в мире. Что такое смена элит? Это будет неизбежна смена концепции. Это очень хорошо видно по тем же дебатам между кандидатами на пост премьер-министра в Англии. Вроде партия одна, да? Концепция вроде одна, а подходы разные. То же самое мы наблюдаем в дискуссиях в демократической партии США накануне промежуточных выборов. То же самое мы наблюдаем в Европе. Поэтому смена концепции дает надежду на то, что все-таки вот эта эпоха кровавого противостояния закончится, и человечество не подойдет к пропасти Третьей мировой войны. Ведь то, что мы сейчас наблюдаем, это разморозка региональных конфликтов. Украина, Ближний Восток. Байден улетел, и сразу же начались перестрелки. И удары ВВС Израиля по Ирану. Балканы. Параховая бочка Европы. Тайвань. Вчерашнее заявление МИД Китая это фактически предупреждение, что если Нэнси Пелоси посетит Тайвань, и США не остановят программу военно-технической помощи Тайваня, вторжение неизбежно. Весь вопрос в срок. Речь идет в том числе о противостоянии ядерных держав. Поэтому у меня есть очень большая надежда на то, что сильные мира сего успеют остановиться на краю пропасти. Смена в нашей стране силового блока Баканов, Венедиктова. Сначала это было отстранение, потом это увольнение через Верховную Раду. Отстранение плюс увольнение. Ложится в концепцию смены элит и подходов в мире. И да, и нет. И да, и нет. Ключевой здесь какой трек? Как вы думаете, внешнеполитический или внутриполитический? Сложно сказать. Все так очень сильно переплетено, но давайте попробуем разобраться. Есть просто утверждение, что условно это такой какой-то стереотип, что там у СБУ, у Баканова была своеобразная крыша МИ-6 в Великобритании. А как вы удачно заметили, у британцев своих проблем сейчас много, и поэтому инициативу в ситуации помощи Украине в противодействии России перехватывают штаты. А штаты давно хотят специализированную декорационную прокуратуру. А европейцы не хотят? И так далее и тому подобное. Вообще-то это даже больше европейцы хотели, если мы говорим о САП. Во-вторых, там, насколько я знаю, как раз проблема в этой комиссии состояла в том, что иностранные представители этой комиссии никак не могли определиться с кандидатурой. Устраивает их кандидатуру или не устраивает? Третий момент. Что значит перехватывает? То есть получается, исходя из этой версии, два союзника, США и Великобритания, не могли поделить одно кресло в Украине, главу СБУ. Да, мы сейчас про главу СБУ говорим, Ивана Геннадьевича Бакана, а мы здесь где в этой сфере? Я слышал и другие версии, то есть за эти полутора суток я прочитал массовые версии. Значит, первое, это усиление Ермака. Ермак стал вице-президентом. Он убрал неугодных Баканова и Венедикта. Второе, судя по срочности обращения Владимира Александровича в воскресенье вечером, это было, скажем, определенное пожелание наших западных партнеров, связанное с последними скандалами. Третье, это подготовка к досрочным выборам. Так сказать, стабилизация вертикали власти исполнительной с последующим увольнением действующего премьер-министра. То есть версий много. Что в подоплеке? Первое, действительно, в условиях войны сбалансировка исполнительной власти является одним из ключевых факторов. Тут даже уже вопрос не в свой-чужой, а вопрос, насколько работает вся система. Судя потому, что это было сделано таким образом, Баканова уволили по достаточно серьезному варианту из циркуляра. Значит, что-то очень серьезное. По Венедиктовой отдельная история, то есть там же ее отстранили, и Верховная Рада должна дать согласие. Я не знаю, на сегодня, на сейчас они дали согласие. Проголосовали и за отставку Баканова, и за отставку Венедиктовой. Причем было очень интересно, когда Венедиктова выходила, она в прощальном своем слове, без вопросов по короткой процедуре, без такого отчета. Она говорит о реформе прокуратуры, ее провожали и встречали аплодисментами. Ну, собственно, не похоже было на какую-то там серьезную зраду. Я не говорю про зраду, я говорю, что просто получается, что усиливается вот исполнительная вертикаль власти. Следуйте на следующий камин. Сейчас мы видим точечные отставки в камине, но я думаю, что дойдет до самого вверх. Параллельно пошли разговоры о том, что будет укрепляться вертикаль власти на местах исполнительной власти. Например, функции ВЦА будут распространены и на мэрии. Таким образом будет сформирована единая вертикаль власти сверху донесу. Чем это обычно может заканчиваться? Это может заканчиваться перезагрузкой. Учитывая, какой экономический шторм нас ожидает осень, по совокупности факторов, логично сделать какую-то перезагрузку. До 23 августа это нереально. Не стоит военная положение. Сколько это реально после 23 августа, в этом году вряд ли. В следующем не исключаю. Вы перезагрузкой называете выборы? Да. Это инструмент. Выбор это всегда инструмент. Цель это перезагрузка. Это должны прийти просто новые личности с новой концепцией. А вот какая-то будет концепция, какие-то будут личности, мы сейчас не узнаем. Потому что сейчас на первом плане это все для фронта, все для побед. Так победа еще не случилась. О какой перезагрузке мы можем говорить? в политике конструкция сначала создается, а потом выводится в публичную плоскость. То есть если мы что-то не видим, это не значит, что этого не происходит. Это не значит, что нам об этом с вами должны рассказывать. Это вы, ну как пример, можно привести отсутствие бюджетного финансирования Донецкой области на топительный сезон? Да даже не это. Очень много косвенных моментов показывают мне на то, что система готовится к глобальной перезагрузке. Это касается и подготовки бюджета. Вы что не слышали про бюджетную декларацию? Ничего никто не слышал. Вы слышали, какие будут параметры отопительного сезона вообще в Украине? То есть условно говоря, несколько месяцев назад глава Афтогаза обратился с помощью к нашим западным партнерам. Дайте денег на газ. Шла о 6-8 миллиардах долларов. В нынешней ситуации, как мы с вами только что говорили, газа не хватает в принципе в мире. То есть уже проблема не в деньгах, проблема, где его взять физически. Кто его может дать? Следующий момент. Как будет функционировать экономика в условиях войны? за май месяц Национальный банк напечатал более 120 миллиардов гривен. Это инфляция. Как будут выдерживаться социальные стандарты? Насколько будет доступна медицина? Я молчу про все остальные сферы, но хотя бы основные, да? То есть куда пойти работать, что поесть, если с тобой что-то случится, где полечиться? Хотя бы в этом треугольнике обеспечить стабильность и баланс. Как будет решаться эти вопросы? Как будет решаться вопрос, к примеру, с новым учебным годом? Ну, видели, ну, тенденционно можно предположить, вот именно, ключевое слово можно предположить, что это, как и ранее, основные, допустим, вот эти вещи, о которых мы говорим, будет во многом спускаться на местные громады, потому что по образовательному процессу этот вопрос фактически уже спущен на места. А деньги кто будет давать? Ну, деньги, мол, у громад еще есть. Да? А громады об этом знают? по крайней мере, принято считать. Сложный вопрос. Почему? Потому что есть ряд областей, которые очень сильно зависят от субвенции, дотации с общегосударственного бюджета. На каких принципах будет сформирован общегосударственный бюджет на следующий год? Какие источники доходов? Какие будут расходы? Ну, например, несмотря на войну, Украина щепетильно и точно выплачивает свои внешние долги. И более того, официальные представители МВФ, например, Джеффри Райс, считают, что эта тенденция сохранится до конца года. У меня простой вопрос. Почему на COVID-19 списали под 100 миллиардов, а Украине не списали ничего? И я жду от вас ответа. У меня как-то, а у меня нет ответа на этот вопрос, по крайней мере, в цензурной плоскости. Нет, ну погодите, если это помощь, если Запад за нас горой, то в чем? Как вы любите выражаться, подоплека. Подопщего в конкретику, Значит, есть какой-то план, значит, Украина сможет выплачивать или быстро и очень быстро не сможет выплачивать, и нужно, чтобы она выплачивала пока может. Смотрите, ситуация по нашим долговым обязательствам следующая, что на 100 долларов наших, скажем так, займов, надо 108 долларов страховки. Поэтому, учитывая, что наши активы долговые являются рисковыми, в понимании западных инвесторов, мне хотелось бы получить ответ на два вопроса. Первый я задал, почему нам испишут хотя бы часть долгов. второй вопрос, какой будет размер помощи на следующий финансовый год. Ну, то есть, условно говоря, на G7 договорились, что мы получим до конца года 33 миллиарда. Этой суммы плюс-минус до конца года хватит, при условии, что она будет выделена полностью. Знаете, как не так, сейчас Евросоюз 9 миллиардов даем, ой, извините, миллиардов. Второй вопрос, на что мы можем рассчитывать в следующем финансовом году? Потому что мы, понятно, экономику не вытащим самостоятельно. Вот просто не вытащим. Третий момент. Каким образом будет осуществляться дальнейшее взаимодействие с нашими ключевыми экономическими партнерами? Вот сейчас нам на год дали как бы льготные условия по Евросоюзу, да? Прекрасно, а почему на год? Все длительные бизнес-проекты это вот где-то трех до пяти лет. Следующий вопрос, а вот у нас будет открывать производство? Смотрите, вот в России закрылись производства, да? Там ушли, например, автогиганты. Почему бы у нас не открыть? Это рабочие места, это налоги. Да, здесь собираются машины, едут, условно говоря, к вам. Это все равно дешевле, чем собирать условно Испанию. И так по очень многим кейсам. просто здесь возникает вопрос ракетных угроз. Любое промышленное предприятие, любое предприятие, не только промышленное. Я не думаю, что вот русские, знаете, если будет висеть лейбл условного Volkswagen, нанесут туда удар и скажут, что там было 50 нациков. Риски другие. какие? Прежде всего... Что эта компания уйдет из России, ее там нет? Да нет, понимаете, это суды международные, аресты тех активов, что осталось там, ну нет. С такими вещами очень тяжело шутить. Очень тяжело шутить. Поэтому думаю, как бы это было бы очень хорошее подспорье нашей экономики. Очень хорошее подспорье. Потому что, знаете, в варианте вот дать рыбу и дать удочку я всегда выберу удочку. Чтобы мы сами зарабатывали, чтобы сюда возвращались люди. Чтобы запускалось производство. Чтобы поддерживать социальные стандарты. Понимаете, вот это хорошо, что нам дадут день. А если в следующем году ситуация поменяется? Вот неделю назад по-моему в Нью-Йорк Таймс вышла статья посвященная следующему финансовому году военному бюджету США. Там сказано, что те деньги, которые уже были выделены по программе Ленд-Лиз порядка 40 миллиардов, они уже все, истрачены. Все, денег нет. В следующий финансовый год надо приблизительно 54 миллиарда. Ну, чтобы продолжать плюс-минус вот такую тенденцию. Просто номер первый. Где их взять? Про строй, а кто будет давать? По итогам промежуточных выборов в Конгрессе и Сенат. То есть, кто возьмет на себя политическую ответственность за этот шаг? Учитывая, что в Америке тоже экономический кризис. Вы же видите, что рейтинги администрации Байдена не успевают пробивать дно. по Британии мы уже с вами говорили, то есть, тоже на данный момент лидирующий кандидат на пост премьер-министра Реши Сунак, он чистый банкир экономист. Это не Лиз Страсс, это не Бен Олес, это чистый финансист, это ставленник сети. Там бабло всегда побеждает зло. Особенно в нынешней экономической ситуации, когда до выборов следующих остается год, и консервативной партии надо показать хоть какой-то результат, чтобы их просто в следующем году не вынесли в одну калитку их оппоненты либористы, а те уже по полной катушке на них взъелись. Ну, пока не выдаются ни отставку правительства, пока этих всех процессов... Нет, год, у них еще выборы есть, да, то есть, они теснее сплотили наши ряды. Руслан, просто возникает главный вопрос, вот вы так сказали, вот 40 миллиардов истратили денег, нет на следующий год. сказал... Нет, погодите, а где эти 40 миллиардов физически... Вы видели структуру Ленд-Лиза? Мы же ее видели, да? Там нам 6 миллиардов, 33 это на сопутствующие, так сказать, материалы. Вот и все. Вот и ответ на ваш вопрос. Закон Ленд-Лиза вот очень много проводит параллели между этим законопроектом и законопроектом, который был принят в апреле 41-го года, тогдашним Конгрессом и Сенатом США и подписанным и введенным в действие президентом Франкненом и Делану Рузвельт. Между ними действительно много общего, но есть и разница. Дело в том, что на сейчас Байден принимает ключевое решение, что выделять, что не выделять. То есть это на усмотрение администрации. То есть они распределяют приоритеты в выделении того или иного. Им, естественно, виднее, военным виднее. Но вы спрашиваете, где деньги? Вот они где-то в том числе как бы и за пределами Украины. В том числе. Поэтому надо рассчитывать в первую очередь на то, что если мы имеем такую острую фазу войны, вторжением, нам надо не просто продержаться и победить, надо искать в том числе внутренние ресурсы. А как найти внутренние ресурсы, когда Ахметов открывает предприятие в Польше, отдает лицензии своих медиа-активов, ну и, собственно, мы так понимаем, будет польским олигархом теперь? Ну, не знаю, будет ли Ренат Леонидович польским олигархом, если будет, то вторым, наверное, потому что за это все время в Польше только один олигарх был, и то каким-то странным образом связанный с газом. Никогда такого не было, и вот опять. Национализация. Я не вижу другого варианта. Я его не видел до войны, я его и после войны не вижу. Иначе мы никогда не вырвемся из этого замкнутого круга. Потому что, ну, одно дело передать государству частоты, а другое дело, например, гуки. Много общего, но согласитесь, есть же и разница. Это интересен государство. Коломойский передаст? Ну, когда-то Игорь Валерьевич сказал, что он пойдет директором завода работать. Это же он сам сказал. Сказал давно в девятнадцатом году. Почему нет? Может, и придет такое время. Понимаете, сейчас слово невозможно, надо выкинуть из нашего лексикона. Война, она кардинально меняет очень многие представления о нашем завтрашнем, и о нашей реальности сегодня. война, это время резких, но правильных движений, системных. Поэтому, то, что мы сейчас наблюдаем, ну, Александр, мы с вами фактически, наши уважаемые зрители, сейчас живем в учебнике истории. Это, что мы сейчас наблюдаем, это кардинальная смена всего. То есть, нашему олигархической вот этой системе, да, экономической и политической, все, ей конец. Двадцать четвертого это был контрольный выстрел в голову. Весь вопрос только, насколько это пройдет плавно или резко, но результат будет плюс-минус тот же. Новая Украина уже будет без олигархов. В том смысле, в котором мы привыкли. видеть этих людей. Говорят, что многие пойдут по российскому пути. Вот процессы. Какому именно российскому пути? С олигархами. Там есть разные пути. Что появятся российские, ну вот, как в России появятся олигархи, но вот такие, при власти. Вот те, которые, ну там, правильные, послушные, и они будут вокруг, ну, власти, и, собственно, будут жить и здравствовать. Это сейчас возможно? Вы знаете, ведь в России нет олигархов, которые при власти. В России те олигархи, которые не лезут во власть. Но они при, имеется, смотрите, они при, которым разрешает власть быть олигархом. Ну, давайте так. Скажем, в России идут тоже свои сложные процессы, и там, я думаю, вряд ли далеко убежит хоть один человек, у которого есть миллион долларов. там тоже свои процессы будут, в том числе связанные с олигархами. Откуда появились олигархи? Это приватизация 90-х. Как она случилась? Это ограбление. Заваясь своими вещами, это ограбление простых людей. Не знаю, по какому пути в данном случае пойдет Россия, мне кажется, что там тоже вообще никаких олигархов не будет, но у нас их не будет точно. То есть у нас не будет там, условно, своего Ротенберга. Вы об этом хотели спросить, да? То есть нет. То есть у нас будет уже, скажем так, новая экономическая модель, потому что мы со старой сразу перепрыгнем в новую, где-то минуя промежуточный этап. Какой будет модель экономики, да, инновационная или какая-то другая, сказать, сейчас тяжело, война еще идет. Но в любом случае это будет новая модель экономики. без олигархов однозначно. Какая будет доля государства, сказать, сейчас тоже тяжело. Каким образом надо будет делать реприватизацию, надо будет делать, тоже, сказать, тяжело. Но в любом случае, ну, вы же посмотрите, началась война, эта модель экономически посыпалась. Почему? Потому что с одной стороны люди помогают, а с другой стороны государство сейчас не делает ничего для того, чтобы облегчить этим людям работу. Даже для тех, кто может давать государству прибыль, просто выходя из тени. Что же мешает сейчас провести спокойную, быструю детенизацию, которую ворали все последние два года. Перефразируя Петра Алексеевича, Тимур каких-то не хватает. Это же можно было сделать. Нет, эта модель не позволяет. Финальный вопрос этой нашей беседы, ну, наверное, важный вопрос. вокруг этого мы построили вообще все наше интервью. Вот есть такое утверждение, что до зимы, до зимы, Украина должна продемонстрировать какую-то решающую крупную победу. Иначе Запад будет помогать не так или вовсе не будет помогать. Как вы относитесь к этому вообще конструкту и зима, которая близка, вот, это уже не просто фраза из «Игры престолов». До зимы есть шансы закончить горячую фазу и как это будет наилучшим образом, возможно ли, наилучшим образом для страны? Первую часть вопроса я рассматриваю как определенную манипуляцию. То есть если не будет победы, то значит помогать не надо. Это уже в таком конструкте, который вбрасывается. Я рассматриваю манипуляцию. Что такое не будет победы? Какой ее критерий? Ведь когда идет размытость критерия, значит нет четкого целеполагания. По словам победы можно подразумевать разное. Каждый из нас по словам победы видит разные моменты. Для кого-то это выход на границу 1991 года, для кого-то это выход на границу до 24 февраля. Для кого-то это Кубань, Украина. У всех же разное понятие о победе. Знаете, я в эту модель могу встроить любое. Для кого-то отбились от Киева, уже победа, потому что могли... Это манипуляция. Концептуально победа Украины это действительно восстановление территориальной целостности по состоянию на 1 января 1992 года и кардинальная перезагрузка страны. Это две взаимосвязанные вещи. Без первого не будет второго, а без второго не будет первого. Что касается усталости или неусталости Запада, понимаете, мировой экономический кризис начался задолго до вторжения России открыто. Это ковид показал. Как минимум до Нового Года как минимум до Нового Года я думаю Запад будет помогать. Будет помогать и после Нового Года если мы покажем, что мы начинаем сами выгребаться. Что касается поля боя это настолько деликатная специфическая тема, что давайте оставим его военным. Боррель, который первый об этом сказал, он не военный человек. Боррель говорил о том, что он рассматривает сначала победу на поле боя как неизбежный фактор. Потом он сказал, ну давайте как-то по-другому. Еще раз говорю, давайте не слушать политиков, давайте смотреть на их дела. Я верю в наши вооруженные силы, я думаю, что у нас все будет хорошо, несмотря на то, что ситуация может колебаться в разные стороны. Это война. Но в любом случае, учитывая те параметры, которые я вижу на линии фронта, я настроен с определенной долей оптимизм. Но я не хочу ни говорить ни про сроки, ни про направление, ни про все прочее, потому что это очень деликатная тема. Вы можете себе представить, что мы с вами сидим в ноябре 1941 года и спрашиваем у Сталина, а будет контрнаступление под Москвой 5 декабря 1941 года или не будет? А тут Нью-Йорк Таймс написала, что русские контрнаступление готовят, в то время как немцы в 25 километрах от Москвы. Даже сама такая постановка вопроса, это все-таки тема для ваших профильных экспертов военных. И то я стараюсь очень аккуратно говорить на эту тему. Понимаете, война не любит громких фанфар без существенных на то предпосылок. Что же касается второй части вашего вопроса, да, до Нового года еще очень много поменяется, еще очень много в этой конструкции темных пятен. В каком смысле? Еще раз повторюсь, что такое политика? Политика это дипломатия. То есть политика равно дипломатии. Но сейчас дипломаты молчат. Сейчас говорят пушки. Дипломатический процесс интенсифицируется, я думаю, где-то со второй части октября. Может, конца сентября, но никак не раньше. Когда появятся хотя бы предпосылки для диалога. Что такое предпосылки для диалога? Это сформированная хотя бы общая повестка дня. Ну, например, как по зерновому кейсу. Как только сформировалась более-менее конкретная, но общая повестка дня, стороны сели на стол переговоров, потихоньку, 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 естественно, ну, пошли подвижки. Вы видите хоть один фактор, который говорит о том, что сформировались предпосылки для широкого диалога между Украиной и Россией сейчас? Я просто откровенно по-человечески не понимаю, почему зерно есть предметом вот этих подвижек дипломатических. Все заинтересованы, потому что есть общая повестка дня. А удар по центру Винницы это другое, да? Это как бы не является смерть врача, которая стала 25-й жертвой, у которой осталось двое детей в Виннице. Это не предмет договариваться. Вот этого вот этого Брешет, что там большая часть зерна, которая как раз за которой идет переговорный процесс, она не совсем наша. А можно попросить вот какую-нибудь страну Африки, в которой вдруг начнется голод из-за войны в Украине, быстро нам об этом сказать, а мы подсветим Киевсовет или Верховную Раду цвета ее флага. Можем, нам это очень сильно поможет, особенно в кейсе Свиньице. им это очень сильно поможет. Понимаете, циничный мир, Александр, вот реальная политика, она же всегда цинична, вот всегда цинична, и Булгакова вспоминать не хочется запрещенного, но и фраза его была бессмертная, помните по поводу союзников, вот, поэтому на сейчас так, у нас есть, слава Богу, те страны, которые нам помогают, очень мало стран, кстати, смотрел недавно статистику, полностью выполнили всю эту программу помощи, которую нам обещали, но не есть, больше, например. Рассчитываем на то, что, в принципе, мы-то воюем за свою землю, мы за себя воюем, нам отступать некуда, а ведь очень часто меня в этой студии спрашивали, Руслан, нападет Россию, ну, штык всем хорош, но на нем невозможно сидеть, и пока существует вот эта концепция, пока это есть, ситуация все равно закончится переговорами, а трагедия ситуации заключается в том, что войны начинают и заканчивают политики, а страдают простые люди. Руслан Безяев был вместе с нами, я благодарю вас эту беседу, спасибо большое. Спасибо, Александр, спасибо, наши уважаемые зрители. Приходите почаще, а вы почаще ставьте лайки под видео, чем больше лайков под тем или иным видео на канале, тем больше вероятность того, что YouTube предложит еще большему количеству людей это видео, поэтому не ленитесь, лайки действительно помогают и работают, берегите себя и увидимся в новых выпусках.